Сегодня мы собрались в честь юбиляра, активного члена нашей общины, которому завтра исполняется 85 лет. А впрочем, он сам себя представит. Все, кого я в зале вижу и намеком не обижу, я друзей ищу повсюду. Пусть случится это чудо. Я не Светлов и не Коржавин, не Бабель, Быков и не Славин, не Ойстрах, Кальман, Шостакович. Я из Одессы, Абрамович. Арнольд родом из Одессы, а этот город требует к себе внимания. Этот город обладает обаянием и огромной популярностью, потому что он прославлен и в литературе, и в театральных спектаклях, и в любимых нам песнях, и в кино. Так что невольно он стал тоже героем нашей сегодняшней программы. И поэтому посмотрите клип об Одессе и послушайте Арию Тони из опереты «Белая акация». Когда я пою о широком просторе, О море, ломочем в чужие края, О ласковом море, о счастье и горе, Пою о тебе я, о весна мое. Я вижу везде твое небо и море, Одесса, Одесса. Ты в сердце моем, Ты в сердце моем, Ты всюду со мной, Одесса, мой моностротой. Когда я пою о любви без предмена, О людях, умеющих верить и ждать, О грозью душистых, о косы и белой, Тебе я спешу, я умеющих верить и ждать, Я вижу везде твое небо и море, Одесса. Со мною везде твое небо и море, Одесса, Одесса. Ты в сердце моем, Ты всюду со мной, Одесса, мой город родной. Арнольд, теперь расскажите о себе и о том, что такое для вас Одесса. В Одессе жили мои прадеды, деды. В Одессе я родился. Город стал какой-то частью нашей жизни. Прадед имел в Одессе свое небольшое дело. Он был крупным специалистом по качеству зерна. Все экспортные операции проходили среди людей, которые взяли вместе с ним эту непростую миссию. У деда было шестеро детей, три сына, три дочери. В то время в России было особое требование, чтобы третий сын еврейской семьи был в армии, служил. Ну, как еврейские дети служили, рассказывать, наверное, много не нужно. Вспомнить просто роман «Порт Артур», где выведен маленький еврейчик-заяц, которому очень и очень трудно было вписаться в батарею, на которой он находился. И это был не единственный случай. Поэтому, когда моему деду исполнилось восемнадцать, отец взял его с собой с определенной суммой денег и пошли к поверенному. Там, поверь мне, посмотрел по своим делам и написал, что Сруль, сын Абрамовича, который умер недавно, остался совершенной сиротой и находится на попечении у своих дальних-дальних родственников. Это был мой дед. Он тоже быстро освоил работы, связанные с качеством зерна, и, по всей видимости, было такое сообщение, что он пошел на службу к очень продвинутой фирме, которую возглавлял Эфруси. Эта фирма была не только крупным поставщиком зерна, но и ее многие сотрудники стали участниками, получили возможность быть в тех, кто потом получит акции Суэцкого канала. Когда Суэцкий канал был построен, Эфруси и другие взяли в аренду корабль адмирал Нахимов и поехали по каналу в числе первых и добрались до Бомбея. Там они хорошо отоварились и, придя обратно в Одессу, неплохо оправдали свои затраты. И вот здесь я опять вернусь к семье моего деда. Три его сестры на Александровском проспекте, это самый центр города, открыли престижный салон для женских вещей. Старшая сестра каждый год один-два раза ездила в Париж и привозила модные журналы, привозила необходимые материалы. Видимо, и то, что привезли на Нахимовы, попало в этот салон. Салон пользовался очень хорошей славой, и это его погубило. Он стал в числе тех, на кого обратил внимание не театральный, а настоящий Мишка Япончик. Вот как он себя представляет в оперете. Моё почтение. Вы спросите, от кого? От независимых граждан Одессы. Меня забыли сюда пригласить, но я не такой обидчивый. Всё равно ни одно тёмное дело в этом городе не проходит без моего ближайшего участия. Как меня объявить? Мишка Япончик всегда сам объявляется. Ни один в пистолете патрончик, ни один есть в Одессе блондин, но поверьте мне, Мишка Япончик, в своём роде, конечно, один. Аба, молдаванка, успех не прочий. Как на дело иду не спеша, Полицемей, полицемейстер мешать мне не хочет, а захочет и ша. Опереточного Мишка Япончика или Михаила Винницкого вы видели. А настоящий Япончик пришёл к сёстрам, к моим бабушкам, и сначала забрал первую порцию, и через какое-то короткое время ему захотелось снова. Почему? Три женщины без мужчин, добыча очень лёгкая. Бабушки быстро реализовали всё, что только можно было реализовать, и уехали в Америку. С ними мы поддерживали связь, но после войны эта связь была очень короткой. Ну, в этом мире всё меняется, и все города, в которых мы с вами жили, они теперь уже совсем другие. Меняется и Одесса, но вот что-то очень важное, очень главное в ней остаётся. Вот это её особость. О ней вы сейчас услышите, как рассказывает Роман Карцев. Ну, здесь многие знают, мне не вам рассказывать, хотя я и расскажу. Дело в том, что это... Вы знаете, я объездил весь мир, ну, много ездил, я видел хороших людей, приветливых людей, но таких нет, как в Одессе, таких людей нет. Я стою возле гостиницы, подходит ко мне человек, кладёт две руки на плечи, смотрит в глаза, пожилой такой, и делой так. и ушел и я все понял я понял что у него дома что у нас женой же у нас детьми ну это это же больше это тоже как набрать они и рассказывал меня одна встретила то вероятно ничего никогда не знающим закончился разговор сколько бы ты там не жил два одессита будут стоять 3 незнакомый подойдет будет лучше ну с кого не морочь голову памятник на на красной площади поставили жукова на коне это все мои наблюдения это это даже не жванецкого текст а я единственное что я вспомнил одну мишину одну мишину раннюю ранее ему недавно напомнил потрясаешь в одесская такая вещь парень говорит девушке давайте женщины давайте завтра с вами встретимся вы с ума сошли я замужем давайте сегодня это фольклор это фольклор этого нигде не услышать стояла группа наконец жукову памятник жукову на красной площади группа одесситов я так подошел какая-то старушка стояла к ней подошел репортер как вам памятник потрясающе я вообще люблю лошадей как можно так ожидать такой ответ что она придумала его они так вот разговаривают они так они даже сами иногда не понимают что они говорят а это очень смешно девушка я вчера у вас был магазин я покупал колбасу она стоила 5 гривен ночь прошла она стоит 10 она это вы не ложитесь ну что она придумала или она сдала что я приду это уникальные вещи это это меня встречает парень я это рассказывал на деребасовской его лет 30 не видел мой друг со школы он весь зарос конечно поправился с претензией ко мне ты меня узнал руда как меня зовут его гриша где я жил эрена кирова как маму звали рисов как тебе путин ну как можно ожидать какой-нибудь одесса действительно сыграла в вашей жизни жизни вашей семьи огромную роль но расскажите о вашем детстве ведь она не только в одессе было да сначала я хочу вспомнить еще о том что дед когда женился когда были у него дети снял квартиру в центре города на улице нежинской после войны когда мы приехали в этот дом подъезд длиной метров 15 был как и прежде стены и потолок шикарные виды моря со стороны улицы кованые ворота со стороны дома деревянные мощные ворота с стеклами разноцветными а в центре дома отличный садик с акациями которые цвели и в это время весь дом пах арнольд но я хотела вас спросить что было до войны до того как вы вернулись из эвакуации в 39 году отец который до этого был и в китае на озере ханка и финляндии во время финской войны вместе с дивизией где он служил оказались на юго-западе на молдавской территории которую освободили румыны и многие офицеры привезли своих свои семьи в дома брошенные румынами такой дом получили и мы более того в части отец получил прекрасного пса по имени лорд потому что он почти все время был то в лагерях то на учениях дома был очень редко в мае сорок первого года поступили сообщения от разведки что румыны накапливают большое количество живой силы и техники на правом берегу на границе был что на границе на границе да и командир дивизии дал команду все семьи должны должны быть срочно отвезены в домашние старые квартиры так мы оказались в одессе и когда началась война мы ничего практически не знали нам повезло то что отец когда был в китае заболел тропической малярией и вот отступая вместе с частями был приступ у него тяжелый и вместе с ранеными он оказался в одессе он быстро сбежал из госпиталя приехал домой узнал что мы ничего не знаем и не собираемся быстро военкомате оформил наши литеры и на пароходе крым мы отправились в азовское море по пути было много пароходов и впереди шел ленин который подорвался на мини мы добрались до мариуполя и с пересадками если можно так выразиться в конце концов приехали в среднюю азию на границу с ираном там сорок третьем году мы получили извещение о том что отец в севастополе погиб и в сорок пятом с очень большими трудностями нас ограбили мы приехали в октябре сорок пятого в одессу наша квартира была занята те кто там жили предложили мы вам можем уступить маленькую комнату без суда чтобы вы могли быстро стать на работу а я мог начать продолжать учебу так как у нас с собой ничего не было мама с этим согласилась и мы видели как ей тяжело у меня сразу же возникали мысли как я быстро стану на ноги и смогу ей помочь в это время приехала еще одна семья муж был не на передовой он приехал с вещами с пианино и родилась мысль вот сын будет учить музыку он будет знать ноты я и мой товарищ мы будем ему напевать мелодии а он будет эти мелодии превращать музыкальные номера но педагог который пришел быстро уточнил что у него нет слуха и нам он чем помочь не сможет поэтому мы набрались храбрости и так как консерватория была почти рядом летом сорок шестого года открыли тяжелую дверь полумрак картины это вам было десять лет я правильно купил десять лет вы пошли в консерваторию еще даже не было десяти десять в ноябре вот мы уже готовы были ретироваться но открылась дверь и вышла крупная дама она испугалась видимо при нем нас за грабителей но набравшись храбрости спросила мальчики что вы здесь делаете мы пришли записаться в композиторы с такими людьми и легче было работать правда за короткое время мы поняли что наше посещение консерватории нас ни к чему не приведет музыкой я продолжал заниматься и тогда и сегодня она является моим очень большим другом но композитором вы не стали но композитором я конечно не стал хотя вы композитором не стали но стихи вы стали писать вот поэтому я хочу вас попросить чтобы вы прочитали ваши стихи об Одессе пожалуйста про этот город небылицы вы верно слышали не раз он даже тем ночами снится кто был проездом только час он назван маленьким Парижем Париж заморский семенир Одесса нам родней и ближе ведь ней наша жизнь и целый мир кто не знает южную пальмиру кто удюка не встречал рассвет город что отдал так много миру полным шарма а для многих свет Одесса европейский город Екатерине посвящен всегда красив наряден молод водой соленую крещен да крещен бульвары город освещают акаций запах как нектар всех одесситов отличает природный юмор солнце сердце джар здесь в театре пели итальянцы брал берибас турецкий форт французы греки и испанцы везли сюда в Одесский порт врачи поэты музыканты ребенком острых здесь блистал рождались как грибы таланты так дюх прощаясь завещал в Нью-Йорк приплыл десант Одессы на Брайтон бич устроен порт без одесситов нет прогресса ведь мы ценнейший генопонд одесса немало на планете но тянет только кто к ней одной ведь только здесь нам солнце светит и душу радует прибой кто не знает южную пальмиру кто у дюка не встречал рассвет город что отдал так много миру полон шарма а для многих свет прекрасно ну вы все-таки получили высшее образование и уехали работать в колхоз вот расскажите почему вы оказались на работе в колхозе вы в коренной горожанин вся беда в том а может и не беда что я не представлял себе возможности создать семью и жить с родителями моей жены мне нужна была квартира а получить кооперативную квартиру нужно было заработать деньги и немалые такую возможность мне давала работа в колхозе и без проблем несмотря на то что это был не очень веселый период в жизни нашей страны я оказался в колхозе а какое образование у вас было биолог я биолог да работа была не из легких безусловно но эта работа дала мне большое знание людей опыт я был кроме того что главным зоотехником зампредседателя колхоза я еще был и председателем товарищеского суда и естественно что люди знали с обрамовичем лучше не связываться и вот однажды я получил акт о том что тракторист на тракторе белорус это колесный трактор который развивает скорость до 35 40 км в час днем гонял по селу собрали товарищеский суд и наш оппонент получил самую большую награду 50 рублей штрафа прошло время я уже имел квартиру семья была и вот мы с женой пошли по привозу искали новогоднего гуся не смотрел на продавцов смотрел на то что лежит на прилавке и вдруг слышу здравствуйте арнольд семенович саша ты меня еще помнишь а как же вы что ищете ну что мы ищем гуся ой я только что продал хорошего гуся я бы вас уступил саша ты что забыл что я тебя наказал вы не меня наказали а мою дурную голову и то что я заплатил и я сам и жена меня взяли в такие шоры в такие рукавицы что я стал порядочным человеком благодаря вам хорошая история поучительная да да ну ладно мы вернемся к музыке хотя в консерватории вы не учились но музыка в вашей жизни играла всегда ровную роль обязательно обязательно ну и было бы странно в Одессе в таком городе где существует такой прекрасный знаменитый одесский оперный театр знаменитая одесская оперетта ну в общем это не единственные замечательные театры Одессы ну может быть вы что-то скажете или мы посмотрим клип об Одессе там где все о всех театрах вот вы скажите что для вас самое важное а потом мы посмотрим клип в детстве конечно меня увлекали балеты оперная труппа была не очень молодой а вот балетная труппа спектакли и конек горбунок и целый ряд других запали в душу а когда появилась в Одессе оперета ну во первых по субботам в три часа для школьников дешевые спектакли и что говорить есть очень хорошая трупа мы каждый раз всем классом ходили на эти спектакли а сейчас 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 в Одессе куда больше возможностей потому что есть театр в катакомбе есть театр который стал еще одной большой привлекательной точкой вами это театр опереты новый который был построен благодаря большой работе Михаила Водянова был театр при филармонии где играли молодые артисты причем играли очень интересные веселые спектакли почти как опереточные но современная тематика хочу сказать что два театра драматических это русский драматический имени Иванова и украинский тоже никогда не оставались пустыми прекрасный прекрасная трупа отличный репертуар и часто мы посещали эти спектакли музеи не оставляли нас не оставались в стороне кроме главных музеев это археологический музей который был открыт в 1825 году Одессе было чуть больше 30 лет и там были отличные мумии там было большое количество раритетов из Африки Латинской Америки сейчас сейчас появились новые музеи это музей частных коллекций Блещунова это музей Контрабанды 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 и целый ряд других Кроме того появился музей в Черном море на глубине 10 метров в районе Лонжерона там стоят фигуры одесситов которые оставили след в нашем городе более того на стене одного из домов был нарисован целый исторический срез нашего города от Дюка Дрешилье и до последних наиболее интересных граждан города Одессы так что в Одессе скучать не придется никому если только приехали посмотреть хочу рассказать маленький полуанекдот в трамвае а Одесса ведь растянута дугой вдоль Одесского залива и трамваи которые появились в Одессе при помощи бельгийской компании в начале 10-х 12-х годов прошлого века никогда не пустовали и вот в одном таком трамвае едут две дамы недалеко от них пожилой одессит одна из них говорит не знаю что рассказывают такие интересные новости все я тут ничего не вижу я обычный город старичок встал подошел и говорит вы знаете у Одессы есть одна особенность она тех привечает кто приехал к ней с добрыми мыслями вот был один шалопай он приехал в Одессу и Одесса ему понравилась и любовь здесь свою нашел и вот этот шалопай был Александр Сергеевич Пушкин я старый человек но если бы это было лет двадцать тому назад и вы на меня посмотрели я бы наверное не обратил на вас внимание Одесса вас не приняла хорошая история ну сейчас мы посмотрим с вами ролик в котором вы увидите современную Одессу с небольшим таким с небольшой рекламой ну во всяком случае самые интересные фрагменты одесского одесского как бы сказать это пейзажа пейзажа да наверное вот вы увидите прогуляйтесь по садовой дворянской нежинской заблудитесь в нетуристических кварталах старого города а потом потому что у нас все таки невозможно заблудиться таки выйдите на дерибасовскую лонжероновскую к оперному театру прогуляйтесь по приморскому бульвару и одесса вам откроется совершенно иначе чем днем непременно рассмотрите все скульптуры в городском саду двенадцатый стул дерево любви уточкино утесово львов и одесское время сделайте фотографию впустующей по утрам старинной ротонде а затем загляните в новые одесские парки стамбульский и греческий с двух сторон от потемкинской лестницы и отметьтесь возле фонтана начало начал именно на такой прогулке утром без толк туристов вы найдете массу любопытных новых одесских достопримечательностей например муралы в последние несколько лет пустые стены домов в самом центре города и в спальных районах заполнили работы художников со всего мира поэтому гуляя по одессе поднимайте голову и ищите живопись вокруг вас рассвет встретили пришло время делать базар как это делают рано утром приличные одесские хозяйки в одессе два главных рынка привоз и новый базар и все одесситы делятся на тех кто ходит на привоз и тех кто ходит на новый но так или иначе оба этих места невероятно колоритны невзирая на стенания доносящиеся из социальных сетей ах одесса уже не та не верьте просто идите на базар и пробуйте все что видите и разговаривайте с продавцами некоторые личности умудряются так завтракать и поверьте там с вами может случиться все что угодно например случайно окажетесь на выступлении одесского артиста а забирайтесь брюнеты и блондины а яшка рыжий будет рельс держать сегодня сонечка справляет аммонины и все одессы и должна на это знать парару тач-тач-тач парару яра одессу маму перевернули первоотца сегодня сонечка справляет аммонины и все одессы он за триста как цеса индустриальный пейзаж одесского порта открывается с высоты нашего знаменитого тещиного моста соединяющего приморский бульвар и бульвар живанецкого а воронцовский маяк морвокзал и самое сердце одесского залива прекрасно наблюдать с высоты потемкинской лестнице впрочем это вы уже наверняка и сами знаете на этой лестнице отлично видно из чего строилась старая одесса парапеты сложены из ракушечника это тот самый камень который добывали прямо из-под нас а у меня под ногами плиточка из вулканической лавы базальт камень который возили из Италии и все купцы которые торговали с Италией имели жесткий приказ возить эту плитку в качестве балласта на своих судах прекрасные коллекции живописи скульптуры и декоративно-прикладного искусства представлены в главных одесских музеях музея западного и восточного искусства одесском художественном музее музее личных коллекций имени Блещунова музея современного искусства наше античное прошлое можно изучить в археологическом музее а в литературном поближе познакомиться с творчеством одесских поэтов и писателей кстати в нем же расположен живописный сад скульптур где представлены миниатюрные памятники одесским литературным героям из необычных музеев отметим палеонтологический музей университета имени Мечникова где хранится скелет мамонта анатомический музей медицинского университета экспозиция не для слабонервных состоящая из более тысячи экспонатов частей человеческого тела любителей дайвинга заинтересует подводный музей с затопленными якорями пушечными ядрами и другими военно-морскими артефактами расположенный в районе пляжа лонжерон о временах второй мировой рассказывает музей героической обороны одессы 411 батарея расположенный на южной морской окраине города где прямо под открытым небом можно увидеть орудия защищавшие город зенитки знаменитый одесский вот в центре уникальный экспонат Одесса была первым городом который 73 дня сдерживал наступающих фашистов город помогал чем только мог ремонтировали технику в заводе где были гутеничные трактора эти трактора обшивали металлом с кораблей и вот центр угрожающий для пехоты противника танк системы НИ на испуг НИ ничего помогало скажу вам больше что те работы которые в городе проводились оказались они для города и не нужны потому что противник в город не вошел по всем дорогам которые ведут в Одессу не ближе четырех километров от города стоят обелиски именно вот на этих рубежах фашисты были остановлены более того совсем недавно я напоролся на информацию о том что один из генералов участвующих в нападении на Одессу написал немецкий да написал что если бы Одесса продержалась еще три максимум пять дней противник бы потерял любую возможность атаковать и перешел бы просто длительной осаде а из Одессы приморская армия ушла не потому что их заставили а потому что было указание ставки причем как ушли ночи на кораблях забрали буквально все даже лошадей так продолжалось до 10 апреля сорок третьего сорок четвертого года Севастополь вернули с боем другие города в Одессу зашли без единого выстрела потому что немцы и арабы которые там были они заранее сбежали ну навредили как могли взорвали порт взорвали школу столярского когда Петру Соломоновичу который был в Свердловске об этом сообщили с ним случился сердечный приступ и он умер это была еще одна жертва отечественной войны которая закончилась пребывание фашистов в Одессе вот так единственный город который смог в начале войны удержать фашистов единственный город который был освобожден без большого труда ну и последнее вы наверное слышали о том что была песня ах о мишке да мишка одессит все города хотели чтобы у них был свой мишка но к сожалению ни у кого это не получилось и на фронтах где солдаты пели они пели о мишке одесситы который обязательно вернется спасибо зенитки знаменитый одесский танк на испуг и даже настоящую подводную лодку а еще у нас есть музей звука музей утесова музей битлз музей кино музей коньячного дела шустав музей интересной науки театралом и просто любителям прекрасного рекомендуем побывать в нашем знаменитом оперном театре не даром одесситы называют его вторым по красоте в европе но первым в мире оперный действительно жемчужина если вы к нам совсем ненадолго и послушать оперу не успеваете то постарайтесь попасть в театр на экскурсию мраморные лестницы венецианские зеркала позолота зрительный зал в бордовом бархате с идеальной акустикой хрустальная десяти метровая люстра поверьте это великолепное зрелище в одессе давно и успешно работают традиционные репертуарные театры украинский русский академический театр музыкальной комедии филармония театр юного зрителя но за последние десятилетия у нас появились новые яркие проекты всем ценителям настоящего искусства и живых эмоций необходимо побывать в театральной лаборатории театр на чайной расположенный на живописной морозливской улице любителям позитива в дом клоунов на ольгиевской ведь это театр известнейшего одесского коллектива маски и увидеть здесь можно вполне серьезные спектакли дорогие друзья я борис барский театр маски дом клоунов приглашаем приезжайте прилетайте приходите в самый солнечный самый волшебный самый оптимистичный яркий сказочный душевный театр в мире и в одессе дом клоунов театр маски forever 1 апреля в одессе уже много лет подряд проходит юморина фестиваль смеха и юмора события которое охватывает большинство главных городских локаций и привлекает множество гостей главные события юмориной карнавал который движется через всю дерибасовскую и приморский бульвар в январе в одессе стартует ежегодная лига смеха на которую съезжаются команды со всего мира а победители попадают в телевизионную версию фестиваля и потом весь год сражаются за кубок лиги смеха а 2 сентября одесса отмечает свой день рождения который всегда длится чуть ли не целую неделю и наполнен перформансами открытиями выставочных проектов и новых памятников появлением новых имен на аллее звезд а завершается традиционно большим концертом на потемкинской лестнице и праздничным фейерверком в нашей общине вы вели программы в театральной гостиной вот расскажите об этом об этой работе сколько времени продолжалась эта ваша ваша деятельность деятельность да театральная гостиная это вечера один раз в месяц обязательно связанные с интересными событиями культурной жизни с интересными фильмами посвященными именно культуре вот например когда то я показал очень последовательный процесс восстановления после почти 300 лет секстинской капеллы и проводили эту работу японские специалисты которые все выделили все краски все необходимые материалы для этой работы себе они только оставили право фотографировать весь этот процесс рассказ рассказы были о интересных оперных балетных спектаклях о писателях поэтах то есть я стремился не отделять наших людей от искусства как такового потому что многие которые приехали в германию в пожилом возрасте оставались дома и только смотрели российские каналы а это было далеко не лучшее время предпровождения когда клуб сеньоров прекратил свое существование конечно и моя эта работа закончилась но во время работы клуба мы выпускали вестник клуба сеньоров и очень большую работу в этом провел давид на советский эти журналы были многоцветные интересные я там публиковал басни поздравления членам нашей общины люди с удовольствием читали и были недовольны что вестник прекратил свое существование но что поделаешь Арнольд творческая личность и поэтому каждый день он искал находил всякие интересные факты и интересных культурных событий этого города поэтому сейчас я попрошу чтобы он рассказал откуда же растут ноги такой давней и прекрасной культурологической традиции Одессы начну с анекдота молодая молодая мама пришла к профессору со своим сыном доктор вот скажите ему уже пять лет когда мне начинать заниматься его воспитанием вы знаете вы уже потеряли пять лет начинать нужно было с самого начала Одесса была указом Екатерины основана как город 2 сентября 1794 года уже 10 февраля 1810 года через 15 лет открыл сезон Одесский оперный театр построили его итальянцы трупа была итальянская причем исполнялись оперы Даницетти Россини Беллини затем Верди когда приезжали в Одессу очередные гастролеры то считалось если прошел в Одессе значит в обеих столицах обеспечен полный комфорт и это самое у нас пели в Одессе такие певицы как Екатерина Пати Брамбила Екатерина Амати Анжелика Катаяни и многие другие в Одессе как и в каждом портовом городе были забегалов у нас это был Гамбринус там для моряков для грузчиков играл на скрипке Сашка и всегда когда приезжали какие-то знаменитости его его приводили на знакомство с Александром когда появился Россинь Саша его встретил у вертюры к сирийскому цвирюлику хочу вспомнить еще одного выдающегося деятеля искусства нашего города как раз в эти дни исполняется 150 лет с его рождения это Петр Соломонович Столярский он создал школу у себя в квартире дети приходили несколько раз в течение дня как он был учел трудно передать но дети его понимали и вот его ученики в 1838 году в Брюсселе завоевали шесть премий когда Сталина это сообщили он пригласил и Столярского и юбиляра к себе и мы вам дадим товарищ Столярский машину мы вам дадим большой серебряный поднос и товарищ Сталин заберите все эти сацки себе постройте лучше в Одессе школу для детей выдающихся музыкальных да и такая школа была построена когда в 44 году Одессу освободили Столярскому который был в это время семьей в Свердловске и там организовал школу для детей музыкальную и ему сообщили что Одессу освободили а школа Столярского взорвана ему стало плохо и он умер вот такие были у нас дела ну я хочу чтобы сейчас прозвучал подарок музыкальный для именинника завтрашнего и для всех нас послушайте арию пленского из оперы евгений они дирижирует святослав растропы растропы а они и и и и и и а и и и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 Арнольд, вы были знакомы с замечательными людьми нашей общины. С Виталием Слуцким, вот он здесь на сфотографии, с Осипом Мельштейном. Несколько слов скажите о них, пожалуйста. Я уже немножко сказал о театральной гостиной. Так вот, эта театральная гостиная помогла мне встречи с интересными людьми обеспечить. И вот Виталий Слуцкий. На одной из первых встреч мы познакомились и остались друзьями. Он был постоянным членом нашей общины. Но, к сожалению, его наше руководство не приняло. Есть такая пословица. Еврей не тот, кто записан евреем. И не тот, кого считают евреем. А тот, кто сам себя считает евреем. И вот именно таким человеком был Виталий Слуцкий. Мы часто встречались у меня, у него. Вот. Это одна из таких встреч. Виталий Слуцкий слева. В центре мои друзья из Москвы. Танечка и Игорь. И моя жена Эла. Пять лет ее уже нет с нами. Но все годы, а 48 лет мы прожили вместе, она была другом и всегда все мои музыкальные начинания поддерживала. Виталий во всех начинаниях общин клуба сеньоров принимал участие. И во время концертов, когда он создал небольшой коллектив, и во время экскурсии, однажды мы зашли в музей, там стоит электрическая пианино. Кто может попробовать сыграть? Сел в Виталий и сыграл для всех нас. 9 мая его не стало. И тогда я написал такие строчки. Ты ушел. И нам праздник стал символом горя. Ты ушел. И звезда с неба упала. Ты ушел. И для всех очень пасмурно стало. Каждый год для 9 мая бываю возле его могилы. Это был человек, о котором нельзя забывать. Хочу провести один маленький пример. Пришел к нему. На столе много разных пакетиков и коробка. Понимаешь, я никак не могу сложить. Я сейчас сложу. Такой опыт у меня есть. Собрал. Оказалось, это посылка, которую он направил. Теща, с женой которой он не живет. А потом пришел и мне говорит, ты знаешь, тебе спасибо. Я говорю, по-моему, я ни от кого нет. Ты не ждешь. А вот моя теща, которая получила посылку, и там ни одного пакетика не было сорвано. Написала, что большое спасибо мне. А я тебе передаю, это твоя заслуга. Это был очень хороший, добрый, отзывчивый и по-настоящему друг. Иосиф Мельштейн. Он пришел на очередную встречу в театральной гостиной. Мы познакомились. И через месяц он на коляске инвалидной привез свою жену, которая была очень тяжело больна. Он оставил, по-моему, очень хороший след в времени. Он многим помогал. Он был профессором математики. Он учил выпускников физики, химии, математики. Он всегда рассказывал о чем-то интересном. У него всегда был с собой плеер, и он слушал музыку. Он уехал. Он сейчас живет на йоге Германии в семье своего сына. Ему 101 год. Каждый день он гуляет с плеером и слушает музыку. Он продолжает помогать абитуриентам и студентам. Причем не только в этом маленьком городке. Он был недоволен. Начали ремонтировать гимназию и перестали дети посещать ее, а перешли на домашнее обучение. Вот ему не хватает этой возможности. Я ему пожелал в день его рождения, чтобы обязательно мы еще раз встретились в очередной юбилей, когда ему будет 105 лет. Чтобы он был таким же веселым, таким же жизнерадостным, как я его первый раз встретил на театральной гостиной. Он гуляет ежедневно. Он ведет очень активный, нормальный образ жизни. Я написал, что как Бог завещал, так ты себя ведешь. И будем надеяться, что мы еще встретимся. Я не рассказал об этом в Ленинграде. А, прошу прощения. Он во время войны был в Ленинграде. Был ранен. И вот когда он выписался из госпиталя, попал в театр. Играли Сильву. И микрофоны, стоящие по городу, слышали многие. В общем, Сильва звучала во всем Ленинграде. По всему городу звучала Сильва. И слышали даже немцы, которые окружали город. Это подняло дух людей. И, конечно, хоть как-то помогла им выжить. Вот одна актриса, которая пережила Ленинградскую блокаду, рассказывала, что лежа в постели, она ни в коем случае не разрешала себе думать о еде. Только о каких-то армиях, о каких-то интересных вещах. И только благодаря этого она пережила блокаду. Вот таким тоже был и Виталий. Ум, и Иосиф. Что его спасло? Как раз после того, как он вышел из госпиталя, появился приказ о том, что студенты оборонных институтов, факультетов отзываются из армии для дальнейшего продолжения учебы. Это его спасло. Ну, наш видеоряд мы заканчиваем тоже арией Карамбалина из Абереты Кальмана, Фиалки Манмарса. И поздравляем этой арии всех вас. Желаем вам хорошего настроения и хорошего самочувствия. Ну, и нашего юбиляра тоже. Весенка Карамбалина из Абереты Кальмана, Фиалка Манмартра исполняют заслуженные артисты республики Татьяна Шмыга и артисты балета театра. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и в заключении поздравить нашу юбиляру пришел Александр Ливкин. Он будет сейчас играть специально для нашего Арнольда. И для нас всех. Сам скажу. Что? Садитесь, пожалуйста. Я готовил для него другую программу. Сын. Мой сын аккомпанировал меня. Мы были на репетиции здесь. Но в связи с болезнью и не разрешением. Ему присутствовать здесь. Я думал так. Что я буду делать? Что я буду ему сегодня на юбиле играть? Я могу ему сыграть все, что угодно. От Баха до Офербаха. Погонение Чайковского. Но я поскольку узнал, что он одесит. Я знал об этом, но узнал. Что он одесит. Я его хочу вернуть в его Одессу. И то, что я сейчас ему сыграю. Это просто фольклор. Это то, на чем, так сказать, жили поколения не только одесситов, но эта музыка распространилась по всему миру. И носителями ее были главным образом, конечно, сестры Берри. Ты знаешь об этом, да? Да. Это, конечно, что-то необыкновенное. Вот у меня композиция, которую для меня написал специально наш друг, мой друг, коллега мой, Саша Кренер. Он написал замечательная композиция, просто изумительная. В которой сейчас юбиляр будет слушать, вспоминать, когда, что пелось, игралось. А это уже стало, конечно, просто народным творчеством. Теперь несколько слов я просто добавлю к тому, что ты сказал по поводу Петра Саноновича Столярского. Когда Сталин действительно его пригласил, и весь класс пришел играть в этот концерт, я почти всех знаю поименно. Лично знаю. Шестнадцать скипачей Столярского, которые прошли через мою жизнь тоже. Я знаю, кто они, я знаю, как они играли, какой они имели огромный успех. И действительно, Сталин пригласил после конкурса за рубежом, и эти все шестнадцать человек пришли на прием. Они давали концерт. Сталин был потрясен совершенно о том, как играют эти дети. Петр Санонович сидел в изумительном белом кителе таком, да, красавец с седогласой, да, когда сидел и слушал, как играют его дети, успех был сумасшедший, буквально. Тогда Сталин подзывает Калинина и говорит, награди этого еврея орденом сейчас же. Так и было сделано. Был прикреплен на этот белый ките орден, знак почета. Да, огромный, успех был признан, конечно, колоссальный. И служитель подошел к Столярскому и говорит, вы должны сказать несколько слов благодарности. Он говорит, школа имени мне, доподлинно, мне рассказывали участники сами, я дружил с многими, которых уже, к сожалению, нет. Один из них, самый гениальный скипач, конечно, это Буся Гольштейн. Это, конечно, это было светило номер один вообще в то время, когда в 1936 году из Америки специально приехал Яша Хейфиц, чтобы познакомиться с этим вундеркиндом. Он услышал его запись знаменитого концерта Винявского номер один для скипки с оркестром. Играл 14-летний Буся Гольштейн с оркестром радио под управлением Николая Орлова. Эта игра произвела на Яшу Хейфица неизгладимое впечатление. Он приехал в Москву, познакомился с ним, предлагал правительству этого мальчика забрать с собой, считал, что он будущий наследник, как первая скипка во всем мире. Вот такой дар был у этого Буся Гольштейн. Я с ним знаком был. Так вот, сказал он, когда он его наградил, мы должны сказать несколько слов. Вот, Петр Савомонович говорит, школа имени Мине показала своих учеников. Да здравствует великий Сталин и остальные шишки. Когда он сказал, да здравствует великий Сталин, были аплодисменты, и, конечно же, остальные шишки были, они были слышны. Во всяком случае, мне ребята рассказывали, что это было... Мы слышали абсолютно остальные шишки, как сказал Петр Савомонович Сталинский. Так. Да. Конечно же, ой, страх это... Я ему лично называю царь Давид. Потому что, действительно, это такой, так сказать, это такая демонстрация гениальности, одаренности. Он учился у Петра Савомоновича Сталярского в 16-17 лет. Сталярский сказал, что ты должен поехать в Москву. Твоя карьера должна начинаться в Москве. История с Острахом, которую я слышал сам в классе у Давида Филдоровича, он рассказал. Что однажды к нему подошел пожилой еврей. У него на руках был аккордеон. И он говорит, додик, я хочу сделать тебя богатым человеком. Ты должен купить скрипку Страдивария. Но для этого нужны очень большие деньги. Я тебя хочу пригласить месяц поработать со мной. Вот в том ресторане, куда приходят моряки с кораблей и вот это, так сказать, и он действительно поработал с ними. Он говорит, но я же ничего не знаю. Я же не знаю ни одного произведения. Да, он говорит, мурку играть умеешь? Когда он услышал это слово, он нехорошо сказал. Мурку! Вот, потому что матросы любят мурку. Я тебе сыграю только один раз, наиграю на аккордеоне. Все остальное дело твоего таланта. Так и было. Он сказал, я сыграл мурку 30 раз подряд. Заработал мешок денег. Уехал в Москву и тогда ему дали, перед конкурсом, ему госколлекция дала ему Страдиварий. А потом он купил настоящего Страдивария в Париже у одного известного французского профессора Парижской консерватории. Его карьера была уже к концу. И он выкупил его инструмент Страдиварий, на который сейчас играет Игорь Ольстров. Это гениальный скрипка Страдивария 1713 года. Итак, я сейчас буду буквально играть адресно. Хорошо? Молку на химии. Это исключено. Итак, вы будете сами угадывать, что мы играем. Хорошо? Молку на химии. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА